Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Исторические и культурные связи. Греческий город Лариса и Анапа стали побратимами. Воспитатели детсадов пошли в школу. В седьмой школе прошел семинар по адаптации детей к образованию. Спасти морского котика. В Анапе продолжаются поиски избежавшего из дельфинария морского обитателя. Важная новость. Греческий город Лариса и Анапа стали побратимами. Договор по братимстве заключили главы городов – апостол Калаянис и Сергей Сергеев. Мэр Лариса отметил, что отношения между Россией и Грецией дружественные. И 2016 год, когда состоялась встреча лидеров России и Греции, и было подписано несколько межгосударственных соглашений, это подтвердил. В свою очередь глава российского города напомнил, что в центре современной Анапы находится городище античной Горгипи. Там создан музей-заповедник под открытым небом. По последним данным, на территории города-курорта Анапы проживают более 5000 греков. Всего же в Краснодарском крае греков – 35 тысяч. Изменился перечень аптек, отпускающих медикаменты по специально установленным ценам для льготных категорий граждан. Теперь это сеть аптек «Анапа-формация». Уполномоченная аптечная сеть, которая занимается отпуском льготных медикаментов для лиц, имеющих на это право, определяется путем проведения открытого аукциона. Такой аукцион был проведен в ноябре этого года. И по итогам аукциона победителем стала аптечная сеть «Анапа-формация». Ранее категории льготников, получающие медикаменты на средства из федерального бюджета, обслуживались и в этих же аптеках. А так называемые региональные льготники, для которых лекарственные препараты приобретались за счет краевого финансирования, обеспечивались в аптеках сети «Фитофарм». Теперь же всех льготных категорий граждан будут обслуживать аптеки «Анапа-формация». В «Анапе-районе» они находятся по восьми адресам. В городе на улице Горького 60, Пушкино 7, Протапово 104, Родниковая 6 и на улице Крымской возле горбольницы. А также в сельских округах Виноградном и Цабонобалке. В школе номер 7 прошли открытые уроки в младших классах, на которые пригласили воспитателей детских садов. А также семинар, на котором говорили об адаптации детей при переходе садика в школу. Педагоги говорят, что тема актуальна еще и потому, что им часто приходится выравнивать уровень подготовки новых учеников. Это открытый урок в первом классе. На нем присутствуют воспитатели дошкольных учреждений. По сути, они смотрят на результат и своей работы. Педагоги собрались, чтобы обсудить переход из детского сада в школу. Контакт с воспитателями необходим для того, чтобы заранее представлять, кто придет в детский сад и искать тропинки. Подходы, которые помогут раскрыться всем без исключения. Их немного, но есть дети, которые не могут, например, читать и писать на необходимом уровне. Все потому, что детям уделяется недостаточно внимания по разным причинам. При том, что самые главные наглядные пособия доступны совершенно бесплатно. Разговаривать, деревья показывать, птиц, рассказывать, какие породы птиц, чем они отличаются. У нас Анапа такой красивый город. Тут вообще не нужен ни телевизор, ничего. Вышли в субботу-воскресенье на набережную столько объектов для работы с ребенком. Это и море, это и природа, это и люди, это столько спортивных сооружений. Но почему-то вот сейчас будут каникулы, и дети очень редко выходят на улицы. Я удивляюсь, мы когда были маленькие, мы все время на улице проводили. А сейчас они сидят или перед компьютером, или за телевизором. Сейчас подтягивать ребят помогает школа. Сегодня сюда приходят молодые специалисты, которые консервативны, не более, чем того требует профессия педагога. Наталья, как говорит сама, продолжает династию. В ее семье педагоги бабушка и мама. Этим летом закончила институт в Кемеровской области. Решила переехать в Анапу, поближе к морю, следом за родственниками. На следующий день пошла искать школу себе. Думаю, учитель, это мое, думаю, надо попробовать. Пришла в седьмую школу, мне сказали, да, нужно, на меня так посмотрели, что молоденькая, я говорю, справлюсь. Ну и все, я сейчас уже набрала 38 деток, все мои, всех люблю и учу. Педагоги говорят, что с внедрением нового федерального государственного образовательного стандарта подход становится более индивидуальным. Те, кто пришел с дополнительными знаниями, должен получить возможность развиваться дальше. Во внеурочное время. Танцами, шахматами, в технических кружках. Одно из нововведений обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных классах, хоть и по адаптированным программам. В седьмой школе трое таких детей занимаются в начальном, еще двое в среднем звене. По словам директора, дети оказались мудрее взрослых. Ребята, у которых были проблемы повседневной жизни, показывают серьезный прогресс. В Анапе, по прогнозам синоптиков, на выходные ожидается резкое понижение температуры в сочетании с выпадением обильных осадков в виде дождя и мокрого снега. В северных районах муниципального образования такая погода стоит уже несколько дней. Управление гражданской обороны защиты населения предупреждает, что погодные условия могут значительно ухудшиться. В данный момент мы ожидаем в ночь понижения температуры до минус 8-10 градусов в сочетании с сильным ветром. В этой связи прогнозируется гололедное явление на дорогах. И Управление гражданской обороны обращается к жителям города соблюдать предельную внимательность, следить за сообщениями средств массовой информации, обратить внимание на престарелых, обратить внимание на детей, ограничить передвижение в вечернее время и при непогоде по улицам, а особенно обращаемся к автолюбителям, быть внимательными за сообщениями о состоянии дорог. Второй момент, который хотелось бы осветить, что с понижением температур прогнозируется ледостав. Сейчас он уже на северных территориях, как я отметил, наблюдается. В этой связи обращаюсь к родителям усилить предельно внимательное внимание в выходные дни и на предстоящие каникулы, когда температура будет понижаться более чем на минус 5-10 градусов. Мероприятие по профилактике несчастных случаев на водоемах уже проводится. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава города поручил всем оперативным службам, контролирующим водоемы, переходить в усиленный режим. Определены все места возможного выхода людей на лед. Там установлены таблички, аншлаги, запрещающие передвижение по замерзшей поверхности воды. Службы спасения предупреждают, что это очень опасно и может стоить человеческой жизни. В любых формах, кроме организованных, выход на лед запрещен. Почему? Потому что толщина льда неоднозначная. Если у берега толщина может быть 2 сантиметра, то в центре водоема она может 1 сантиметр. Если здесь она 20 сантиметров, там она 5 сантиметров. А выход на лед на технические средства вообще опасен. Почему? Потому что, сами понимаете, нагрузка на лед. Поэтому везде на всех водоемах запрещен выход на лед. Здесь в Коапе Краснодарского края есть штраф до 2500 рублей. Поэтому МВД могут привлечь гражданина к ответственности за выход на водоем и подвержение своей жизни опасности. В Анапе продолжают искать сбежавшего дрессированного морского котика. Напомню, что вечером 13 декабря в Дельфинарии на Большому Трише шторм повредил сеть вольера. И животное ушло в открытое море. С тех пор поиски беглеца не прекращаются. Это подруга Миши. Так зовут беглеца. Они содержались в одном вольере, пока шторм не разлучил их. Миша всего два года. В Дельфинарии воспитывается с самого рождения. Сотрудники говорят, что очень к нему привыкли и переживают за него, как за ребенка. Такой же, только мальчик и чуть-чуть побольше. Побольше размерами, килограмм на 10 может, ну чуть больше. Ветер дул, и шторм был, тягун, и сетка перетерлась об камни снизу, на дне. И он вышел, видимо, под сеткой под вольерами прошел. Вот уже трое суток. Не прекращаются поиски. Сотрудники Дельфинария отчаянно прочесывают близлежащую местность, невзирая на сложные погодные условия и ранее наступление темноты. Старший тренер Юрий Руднев опасается, что если усилиться шторм, зверек может погибнуть. Мы обошли ближайшие территории вокруг Дельфинария, прошли вот здесь вот, получается, эту часть практически всю, да, от первой лагуны. И с той стороны тоже все обошли, в сторону Суко, Варваровки. Но пока все тщательно, пока никакой информации, ничего мы не нашли, не обнаружили. Еще как погода нас немножко настораживает, потому что погода ухудшается, это все-таки зима, все-таки возможно, что еще будет сильнее шторм. Шторм – далеко не единственная опасность для морского котика. Специалисты говорят, что он мог утерять инстинкт добычи пропитания в диких условиях, так как с самого рождения привык получать пищу из рук тренера. Все-таки какая-то надежда есть, что он может где-то ухватить рыбку, там еще как-то попытается прокормиться. Опять же, может быть, на фоне голода он, наоборот, выбежит на берег. Он может где-нибудь и дрейфовать на море, что мы просто его пока не видим. Но мы надеемся, что он все равно рано или поздно выбежит на берег, и мы все-таки его найдем. И надеемся на, может, какую-то помощь общества, если кто-то вдруг что-то увидит. Сотрудники дельфинария просят всех неравнодушных оказать содействие в поисках и при встрече со зверьком незамедлительно сообщить о его местонахождении по телефону 8-988-33-66-006. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Рассрочка оплаты.